Камин немаленький, так скажем, и есть какие-то свои особенности. Ну и внимание, что у нас ранился ток, а то есть что я хотел. Я хотел там разместить казан. Лечили. И у нас начинается такое, то есть мы ногами ходим. Помимо того, что я занимаюсь рейтингом печей, я еще обувляюсь спортивным веслом. Размин очистки! Вот и вышел штраф! Поехали, разминаемся! Размина ушей, размина! Колени жутналов! Размина ящей, локтевые жутналов! Хорошо, хорошо, разминаемся! Вот так, значит, ребята, начинайте. Ну, хотелось бы поприветствовать, Серега. То есть мы уже так заказан немного сняли вид, А так, да, к Сергею приехали. Сергей Лешенко, он занимается печать? Спадином самая и строительством печей. Что основное все-таки? Основное? Нет, я скажу так. Основная работа моя заключается в печах. То есть я очень долгое время параллельно со спортом я шел. Это мое хобби. Здесь я отдыхаю, здесь не спитили. Я не скажу, что я там зарабатываю какие-то там бешеные деньги. И нет, я вот этим детям я отдаю, собственно говоря, все, что у меня есть. Есть и возможности. То есть, что отрава там, форму приобретения там. Даже бывает, что я спешного дела, ванного, финансово, эти дети занимались. Постоянно приходится подгонять такой народ. Как и никуда. Ну и, собственно, это спорт и новоеменная печи мне не мешает работать. В вечернее время, конечно, мне это после работы, то есть с понедельника по субботу у нас проводят тренировки в этом зале. И в отделении хамбуртов, так же мы проводим. Ну, правда, через приемы там у нас болеют другие. Поэтому одно другого не мешает, я считаю. Ребята, занимайтесь спортом. Это, даже, вот, у нас все есть для этого. Чтобы наши дети занимались, наши дети были здоровыми. Чтобы умели защитить себя на улицах. Ну, и я, собственно говоря, помогаю в этом деле. Потому что сам тоже научился. Я являюсь аниматом бассейн-портов по спортивному самбо. И даю возможность, просто нет возможности, заниматься на профессиональном уровне. Тех, которые мешают на работе. Потому что сейчас такое время. Да, я даю возможность. Будет время, будет все хорошо у нас на день, тогда будем мы на хороших площадках. приехали к сергею домой сергей делает дома камин вот как раз на примере камина хотели бы но рассмотреть так скажем сергея работы также будут добавлены фотографии видео чтобы можно было видеть что сергей уже выполнял что делал так серега расскажи задумки так скажем да мы много снимаем кстати с печеньками много снимаем и тоже домашняя работа уже был был опыт камин не маленький так скажем и есть какие-то свои особенности да здравствуйте олег здравствуйте всем смотрите первая задумка была короче примлетение участка скажем приводимый год назад мне отдыхать хотелось зимой уютно места не так много друзья приезжают разместить нет и он собственно говоря решил построить камин сразу не было ни о про это просто были наброски в голове и ну собственно говоря что-то из опыта взяли сюда естественно уважение на первую очередь хочу обратить внимание что у нас родился только то есть что я хотел я хотел там разместить казан то есть чтоб он был на подвесном на цепи либо поставить треногу либо то есть именно а мы друзья любят чай любят чай любят чай разный там да и именно на основе цель была зимой не выходить на улицу поставить чай на остерок и пить чая то есть ну как бы только наверное идея этого пришла ну самое первое что посидеть возле камина зимой ну классно я считаю ну и теплоотдача от него же она тоже так скажем будет такой интересный нет 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 прямой стены на честному сказать мальчим товарищ строил уже подобные топки на непланную много то есть этот камин предназначен для того для малого скажем не для большого огня а именно для малого то есть такие топки чаще всего забрасывают полноценные поляне чтоб они долго разгорались долг отплели и приносили эффект долгого отпления долгого загорания грубо говоря конечно ну а вот за ну а то она была очень что мы там не отличие понимаешь от него очень большое излучение и плане очень огромное потому что я делал частных домах и именно ну и сжигаешь его здесь уже очень жарко стоять можно него еще хотелось бы добавить тут мы пока еще не снимали я серёгий задал вопрос что до обычный кленовой же здесь но здесь задумка автора другая то есть он оставляет пустыми швы и так скажем она как солнышко будет смотреться на но что она поближе снимать на цена с ней поближе то есть вот эти так скажем пустошов на то есть он тоже такой свой эффект даст а если напомню что скажет бракотдел на фарк на рел но смотрится тоже так оригинальный в этом была задумка именно пустотелого шва было такое в празднике когда люди просили сделать расшивку довольно глубже то есть прихонилось грубо говоря условно и печатом он ступает чуть-чуть не два сантиметра и делаем глубокую расшивку действительно классно смотрится но опять же кому-то хочет там именно взойдёт шов я именно хотел сочетание полноценного шва это еще черновой шов он еще будет обрабатываться что я делаю я беру там условно типа ножовки и пару шов на сколько он не нужен я его углубляю это уже после всей бронелки оказывается полностью полной выкладки он расшивает там все эти бирошифами цветный винет я хочу оставить так одеть цвет мне нравится потому что он насыщенный если его покрыть пропитой не лаком именно я не люблю глядинс покрыть пропитой тогда он будет насыщенного цвета а там у кого у нас есть амбонистный мир мы пользуемся да еще хотелось что сказать то есть ну может возникает вопрос серёга говорит плохо да плохо может быть понятно то есть есть проблема была проблемка я понял ты с ней зная с ней справился я принес 3 опиансы 20 мне было 22 года я принес 1 опианса я была 3 зашивали мне ставили имплантант на ёба то есть объясняю подаводья идет в речи речь первая это носовая перегородка которая не формирована справа это нет нёма верхней части получается и нету голосового языка потому что из-за этого обречь может ну а нефе ну я не знаю обрелю не толерант и кому нужно понять было такое внешнее я всегда говорил так если вы меня не понимаете проблема не во мне а в вас ну а так если мне начинает грубить там черно там т т т т ну соответственно ему объясняет что парень я же не понимаю значит мы дома обрели меня пойми ну а в связи с этим соответственно уеханило себя защищать поэтому я начал заниматься спортом печей я еще обувляясь спортивным ремеслом с печами сколько уже работаешь то есть опыт такой опыт с 2010 года я начал заниматься печами самая моя первая печка была тоже в городе Урске это поселок Куда соседи там я приехал с отцом с родственным помощником проработал я 3 года прежде чем начать сложить свою печку в первую очередь я проработал 3 года я месил раствор я сам рожал пилил остал опять сам рожал я очень долго не мог понять принцип работы печки то есть я сначала сложил грубо говоря и забыл че там что есть ну то есть мыло на поле честно говорю проектов не было да проектов не было проектов не было потому что приходилось мне надо там действительно нагонять своей головой да как условно работает печь на самом деле там три вида дымоходов ну и больше наверное не бывает да колесо придумали ну и собственно говоря то же самое и из 2010 года я вот начал потихоньку потихоньку осваивать и первую печь я уже положил где-то в году не совать в годы 14 да там конец 14-го начало 15-го года я первую печь выложил ну и собственно говоря это пошло-поехало начал пробовать одну печь сначала думал омус стандартный ну научился делать стандартный ну на одной на одной побольше побольше ну это я самый честно не понял во-первых сначала я вел счеты там ага десятое ага там а потом все я через три года просто забыл сколько я печи уже сделал на покажи это моя потому что я не откажусь в любом случае и сколько бы печи я уже не сделал я просто не знаю сколько я если бы пересчитать фото не все сохранились потому что там были старые или фоны там да сложно было сохранять ну и там фото не очень качественного варианта ты даже там не привозишь какую-то ленту посмотреть на эту фотографию а так уже много тринадцать лет оставим ее безопасности здесь оставил я вензазор то есть что мы циркуляция я здесь запаковывать ничего не муну она мует ровно по маяку да почти нет ну обсеваться здесь мует вензазор здесь запаковано не обращайте внимания на то что там вот эти швы это остался материал то есть его не видно сразу говорю это все запилено она двойная изоляция то есть там идет этот калиновый мат он идет получается 900 градусов он нежит так лист нежит 1400 градусов то есть я по максимуму хотел чтобы вынеслони ну прислонить грубо говоря стен и на условно и чтобы она не нагревалась но камин прямоходный то есть тепла такового он задерживать не будет он нагреваться сильно не моет если что обратите внимание вот здесь вот да штука выполнена именно раниусная почему во первых он да он объемный раниус он дает скажем не показывает границы опа он как-то полноценный будем говорить ну и в первую очередь дизайн красивый это раз во вторых углы всегда там где-то что-то ниже здесь тем более расстояние стены получается 25 сантиметров это когда она выиграет наполнение я делал пешком так в лучших печах для тепла она будет сохранять по-любому да то есть его не надо очень много оттопить что словно оттопили 2-3 часа пешок прогрелся и это будет теплоамулятор амулирует а здесь получается он зуб же правильно пойдет да свод будем говорить правильно смотри я по поводу объемный оттопник ты условно вымеряешь сколько у тебя дыма ну скажем блин так будем говорить да и здесь уже здесь получается будет мы будем говорить по простому по пешному давайте сейчас мы так да просто залишка грубо говоря 250 на 250 я сюда хочу для этого оттопливания присмотреть две залишки 250 на 250 вынвижные в первую очередь почему вынвижные сразу ребят он меня понимает он знает да вынвижные в первую очередь она задвигается плотно то есть воздействие тепла оно уходить туда уже не будет если мы берем регулируемые там есть зазоры тепловые которые вот буквально недавно там была проблема у нас по поводу анденсатора что выходит из печь и теплый воздух а она на улице допустим минус стоя она начинает анденсировать я это тоже рассматриваю что вынвижные залишки они более плотнее и я уже могу регулировать то есть условно я сделал там 50 на 50 50 на 250 дымоход в луты получается на 2 залишки я уже могу регулировать то есть мне нужно больше если плаве будет больше и он не будет вставляться я больше приоткрою если он у меня шарит я просто залишки приоткрою и обыд ну наблюдаю что у меня длинца на не идет я не хватает его сохраняется чем меньше он обыд огнем пыщет тем меньше мы отапливаем улицу чем он больше обыдеть угля собирается соответственно ну и тем двоем я считаю что от топки тоже очень много зависит и от свода свод пилится обязательно 45 градусов то есть ну я искать и выходить каждый кирпич подпиливается чтобы там мыли и зазорчи и растворчи а там хватало ну и здесь могу проще наверное сказать что вот кирпич вот там свода пилится 45 градусов да и когда вы распределяете сводышко вы вот эту часть просто подрезаете там первые вязать кирпичи да и вы его начинаете сводить чтоб у вас менее шок был ну чтоб много раствора не слипать ну вот это заполнение получается вот здесь я заполняю раствором вот эту часть я все заполняю песком ну так хорошо переднюю часть мы склеиваем а заднюю часть мы заполняем песком ну так вложили на жарусь и печи там стекло набавляли и чугун набавляли там и чё там было не было как говорится ну раствором мы пользуемся сразу не глина все идет на профессиональных смесях то есть мы рекламировать не можем все кто знает эти пачки все понимают на что мы ее ложим соответственно сразу ложу два оппонента оновременно на семья я бы понял он не нужен как он обрабатывается как он вымывается и вот если условно сложить скажем на один клей у тебя она начнет прям ломать ее пищи с тобой температура жесткая и он начнет разрывать вот эта глина тоже обосмесь тоже пломывал на одну ее ложить ээээ от температуры он разъезжается он не нежит он начинает его то есть это не мешаешь а я мешаю на получается мы ленивое расходы глиняли вместе но сразу в многих честно бы у нас было не понимать как разводить я объясняю там вот у меня ванна велосипелитровая наливаешь там двадцать литров или восемнадцать литров воды положил серый размешал его и потом уже добавляешь желтый после этого если делаешь с точностью наоборот все ты начинаешь еще жить и он у тебя такой резиновый не застывает не застывает ну и я на себя понадобал потому что уже там много пользовался и глины мешали там и клей инструмент и еще там не пробовал и соль там я не знаю и ну я еще конечно я не пробовал но тем не менее мы знаем принцип работает как он там заводится это просто я пользуюсь вот таким способом вот скажем направил его у меня то есть ты каждый ряд так выставляешь? каждый ряд выставляю каждый ряд по уровню вот таким способом вот видишь если обратить внимание вот он выберем вот сюда и кирпич кто-то олимпирует его я стараюсь этого сильно не делать почему? потому что ты очень на магните но очень-очень долго вот смотри видишь даже если мы берем действительно она подпросила почему я ей делаю швы потом то есть по итогу эти все расшивки конечно если сильным глазом смотреть то можно наказывать и еще на луканцев ты возишь с собой такую штуку на объекте бац на объекте нет смотри у меня есть одинок с первых винов условно хоть любую железя прям любая железя отходит с первых винов чтобы начать понимать вот так на прицепляешь его и все понимаешь есть штанги откола на потолок ну вот самый минимальный вариант он у меня уже 5 лет я его взял в ломбарне за 5000 рублей вот это чем зацепило это магнит меня зацепило ну ладно можно поменять а магнит тоже такое приспособление интересное я думаю как совет печенька можно использовать это допустим условно мы с вами поставили его на пол да вот мы затянули с вами его поставили включили и у нас начинается вот такое мы ногами ходим и у нас начинается ой пояснить чтобы этого не было я соответственно уже взял на магните и его вырухиваешь вот этот тринога она идет только с шестого ряда раньше ты ее не поставишь а так он пожалуйста на магнит оп и все и пошел делать что она нам понимаешь что она нам устраиваешь ну короче удобно что я здесь планировал планировал я следующее так вот это все там звук это чтоб там нашим подписчикам на всем огняться понять в чем у нее суть здесь это место вот фигуры так условно здесь они могут и снять это ниша в которой могут стоять фигурки то есть она так выдвинется эта полочка будет эта полочка здесь могут стоять фигурки вот эту часть я стерпись вот такое расстояние я ее продю до самого верха то есть получается от ниши а вот это это поясок окончание самого по всему периметру и здесь я там планирую какие-то напилить из статуэтки хоть что-то можно туда я не знаю можно хоть кованые изделия поставить подсвечники я не знаю часы ну хоть что-то нишу но я запланировал что я хочу там что-то поставить какие-то фигуры вырезать и куда изменить наконец так еще один из вопросов допустим за 13 лет самый такой необычный проект там печь, камин не знаю ну что запомнилось что-то запомнилось ну запомнилось как бы мной и объект я могу ну там перечислять самый большой самый красивый объект ну красивый грандиозный буду говорить это мы построили серверов пасад камин который я вешал мы там посчитали практически 45 тонн примерно 45 тонн? да вот я пищу построил ну потому что мы должны были понимать какая нагрузка будет самый-самый объясню цокольный этаж 3 метра высота первый этаж 3 метра высота железно-метонное перекрытие второй этаж нереальное перекрытие и чередачное помещение там общая высота составляла почти 14 метров 14,5 метров высота целиком вместе с трубой ну полагай объем ну что это это мы могли с вами в теплём зайти у нас стопу да человек хотел изначально мы очень долго работали на проект там что как будет я ему фотографии есть? добавим там была замарок я пилил фаску на каждом МИЧ каждый МИЧ снимал фаску вот так вот грубо говоря с каждого МИЧ вылаживали он достаточно огромный человек хотел очень лёжа подкидывать дрова изначальная фишка была я хочу лёжа подкидывать дрова ну условно можно лёжа в печке обязательно потому что иначе он не горел и человек остался доволен потому что есть фото есть амбитражное видео да и первое на первом этаже получается мы на первом этаже мы поставили аминопечь на неё же все вся масса целиком мы вылаживали мы потратили 27 или 8 не помню пандонов мы уложили его целиком весь полностью и я там очень много потратил чтобы пилить фаску ну естественно получилось красиво я если честно вам сказать не то что там боюсь я во многих и банные печки мы собирали и отопительноварочные хлебоварочные потом всякие ухни ну понимаешь я по большей части мне нравится самому вылаживать ухни уличные ну да комбикюринные комбикюринные есть там тоже много и разного и дорогого и не дорогого и дешевого и полнешевого ну Ну, чем нравится, тем, что на улице. И об возможности у тебя, там, помылить можно, да, есть и обет, и нельзя не пылить, ребята, а мы все поймут, все знают, да, что у скоро приходится, если ты пилишь станок, надо запаховать, все, прям, слово совсем, и бывает, и обет, и нельзя, там, колокольчик, гвозди, вкручивать саморезы, стены, потому что такое тоже благо, там, приходится палатник, какие-то делать, чтобы не пылить, ну и, соответственно, кухня, очень, получше делать, Ну, полегче, тем более, когда мы найдем сезон лет, свежий воздух, не надо, там, дома сидеть, там, грубо говоря, там, нового цвета не видишь, ну, а-а-а-а. Ну, а так, то есть, вопрос, допустим, да, один про то, что ты сделал, а то, что хотел бы сделать, ну, что бы такое грандиозное, есть, мишка бы, что бы хотел сделать, вот вы не поверите, что бы я хотел сделать, у нас такой есть коллега Сергей Ирайсин, да, он меня болеет, я видел, ну, а у меня жену болеет другая. Я хочу сделать русскую печку. Русскую печку не делал ни одной, что ли? Нет, почему, русскую печку мы делали, маленькое варенье, вот, честно, да, то есть, сейчас, вот, готовлю, чтобы зимой можно было. Кирпичики? Маленькие кирпичики, хочу, вот, прям, не знаю, это моя мечта, с ними делать сувенир русской печи. Ну, там же... Серега камин сделал? Серега камин, а я именно, да, русскую печку, все так же, топилось, дверь, и там, уже, я не знаю, там, уже голова не лопнет. Но я хочу, а, было, да, интересную, там бы, и не то, что там просто её печку, а именно тематик. omrvvvvilli, да ну, сейчас, мы смотрим, много жо ещё, мы вот, мы взяли, там, полезнера, помрте там, уручной Infinity thoughtи bank. Да, чтобы можно было. Я просто знаю, что наши ушники в Питере очень хорошо обрабатываются Можно взять, например, вон Челябинск, там угодно, он не подходит Ушники в Питере срамят, он хорошо, намочил его где-то там, вон сругал Ну, короче, у меня маленькая фантазия Хочу просто себе сделать сувенир, ну, я же PC все-таки, надо же там что-то делать А так, ну, основа, конечно, глобальных работ, ну, есть, есть, делаем Я не сторонник, там, что, дешевое дело, там, а не буду, там, вот, а не интересно Я даже на ремонт выезжаю, то есть, бабушкам, дедушкам, меня также, ну, там, администрация просит, там, снижение, ветеран Великой Отечественной войны, там, помочь надо, там, ищи, администрация, да, без проблем, я поехал, там, что там, деньги, меня же не просило деньги, там, банк у варенья взял, ну, и все-таки, поехал дальше Ну, это тоже для зрителя, здесь большой частный сектор, где мы находимся, Хамутово, Западный, то есть, так скажем, срочная Грановщина Да То есть, много кому приходится из местных дел, где соседи, там, обращаются, знают Да, да, у меня есть, мой второй дом находится, он, Гури, и у меня Гури, и на гараже висит объявление И многие люди приезжают, и срители объявления, мы там стоим уже до вашего нового, я, извините, я там не живу, я живу в другом банке А вообще, на территории Хамутово, да, много было объектов, есть, как бы, ну, которые стоят, там, скажем, условно, жут на раз, жут следующего сезона, да Много работают именно по этому поселку, потому что была застройка глобальная, она, скажем, в протяжении 5-10 лет, прямо глобально очень строили улицами И эти все дома, они, они находятся без отопления, то есть, зимнее время приходит, все, все начинают страдать, потому что со светом тоже была печальная новость, и по этому району работы предостаточно тоже, ну, хватает Ну, вообще, зимой, да, мы сталкивались все же с этим, что как-то в один раз, там, 40 градусов, там, 5 или 6 человек обратились, мы выезд сделали сюда Как люди живут-то потом вот так, без печки, электричество выключено? Ну, я не понимаю, ну, во большей части, как мы, застройщики, это тоже зависит, да, будем уходить правильно Застройщики, дома, которые под печью, его тяжело продать То есть, они делают теплые полы, либо, там, ставят обогревательные теплые, теплые, топливные котлы, и, под какой тематик, ну, не знаю, то есть, там, узнавал уже уже проще, типа, тяжело продать сокопление, ну, с печным, ну, в смысле, какие Ну, резервную это можно уже сделать? Ну, резервную можно, потому что ставят котлы, зорты, там, всякие, зимой, все, а вот, сверху, зеркал, все, унисонный насос не работает, и все, нет Да, понятно, но резервную, чтобы именно воздухогрейное, там, кирпичное, ну, к тому, что второе отопление Мало, мало, очень мало вине Финансово, да, потому что люди затрачивают, а мы так, там, скажем, употеки, условно берем, да, в последние деньги, вот, откатили Кто понимает, именно, скажем, честно, не молодое поколение, а такое, более, там, возрастное, скажем, от СРА и старше Кто понимает, кто жил с отоплением, там, и те ставят, а кто, не жил, наверное, не понимает, что, о, там, коттедж, ага, все, там, текло, зима пришла, все, и там, началось Ну, вот, смотрите, вот, ребята, все знают, самые популярные инструменты, макитная зуба Это обработка для того, чтобы, там, повторить раннего суперпича, если ты его пилишь, условно, ты его повторяешь, понимаешь, обтачиваешь Это вот мой рабочий конь Этот рабочий конь пилит, конечно, не все Эрпичи, но, тем не менее, он себя оправдал Этот коня мы купили в 2018 году, уезжали в Красноярск, в город, там пилили хуноферскую печь в банную И нам, собственно говоря, пригонился Моя задача, сделать Амин, чтобы все приезжали, ребят, жду вас в гости, приезжайте, и я всегда рад вас видеть Моя семья товарища Так, ну че, наверное, на этой ноте можно подытожить Давайте Все, да, гостеприимно, думаю, еще чаю сейчас, наверное, попьем, но это уже за кадром Да, чаю попьем, очень большое Приехали Да, история Сергея интересная, о спорте, о совмещении Спорта и работы с печами, потому что, ну, все по-разному развиваются У Сереги получается это так Ну, да То есть, давай тебе успехов, чтобы ребята твои, кого ты тренируешь Спасибо большое Росли, развивались, завоевывали первое, второе, третье место Ну, и реализовывали в жизни, потому что, ну, спорт, как минимум, он дает, так скажем, реализоваться человеку, как личности То есть Да, в первую очередь, в первую очередь Здесь важно зародить, ты сейчас, так скажем, даешь, как семена закладываешь, как раз, молодому поколению Ну, что не надо нам, даем мы Да, чтобы все получалось Спасибо большое Спасибо большое Спасибо Давай Спасибо 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 Спасибо